Ежегодно весной и летом наблюдается всплеск ДТП с участием байков, скутеров и прочего мототранспорта. Такая норма неудивительна, ведь традиционно двухколесное имущество не используется зимой, а когда с приходом тепла его расчехляют, то после перерыва как минимум подзабываются навыки езды, и это при том, что движение на дорогах становится гораздо интенсивнее. Еще повышенной аварийности мототранспорта, которого только в Пинске зарегистрировано около 7400 единиц, способствует частое несоблюдение их владельцами правил дорожного движения. С опасным маневрированием, настоящими полетами байков по улицам и дорогам сталкивался едва ли не каждый. Потому и такое изобилие в сети интернет-руликов про аварии с участием самых разных представителей мотобратства. Избежать подобной участий всегда можно, уверены сотрудники ГАИ. Они не перестают предупреждать мотолюбителей о том, что те являются одной из самых малозащищенных категорий водителей и первым делом, выезжая на дорогу, должны иметь исправный байк. Также данное транспортное средство должно пройти государственный технический осмотр и иметь страховое свидетельство. Кроме этого, водитель должен иметь право управления транспортным средством, так как многие скутеристы или мотоциклисты не имеют определенной категории на управление транспортным средством. Еще одно требование, говорит Александр Самец, это обязательная регистрация любого мототранспорта и наличие на нем регистрационного номера. Но главным для водителей двухколесной мототехники все же остается соблюдение ими правил дорожного движения и проявление повышенной внимательности на дороге, учитывая резкую маневренность и малозаметность мотоцикла или скутера. Об этом должны помнить и водители автомобилей. Водителям транспортных средств, то есть автомобилей, нужно непосредственно смотреть по зеркалам и не пускать из виду именно водителям мотоцикла. Так как они могут и находиться уже и с правой стороны, и как бы при повороте направо давать возможность им проехать. Между тем, печальный счет жертвам среди владельцев мототранспорта нашей области открыт. И первым в этом списке по стечению обстоятельств стал пинчанин. Он погиб в марте после аварии на улице Первомайской. И хотя ДТП произошло по вине водителя легковушки, есть версия, что смерти мотоциклиста способствовало также превышение им скорости. На территории Брестской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, при которых один мотоциклист погиб и четыре получили ранения различной степени тяжести. При этом хотелось бы отметить, что четыре дорожно-транспортных происшествия произошло по вине самих мотоциклистов. Как еще одна мера повлиять на рост аварийности с участием мототранспорта – проведение предупредительных мероприятий. С 6 апреля стартовало и проходит одно из них. Акция «Два колеса – двойная опасность». В ее рамках сотрудники ГАИ будут уделять внимание соблюдению водителями мототранспорта правил дорожного движения, также проверять прохождение гостехосмотра и наличие всех необходимых документов.